Добрый вечер. Цифровые технологии в здравоохранении должны помочь решить основные проблемы в этой сфере. Доступность и качество медицинской помощи, а также вопросы профилактики заболеваний. Что планируется сделать? Для этого узнаем у гостя нашей программы в студии Тимур Жумахаев, управляющий директор Республиканского центра электронного здравоохранения Министерства здравоохранения страны. Добро пожаловать в нашу студию. Здравствуйте. Итак, в государственной программе «Цифровой Казахстан» отдельным блоком идет именно цифровизация здравоохранения. То есть планируется провести ее за счет внедрения, так сказать, платформы интероперабельности и развития мобильного здравоохранения. Вот что это за новшество? С 2005 года Министерство здравоохранения создало и запустило в эксплуатацию на территории Казахстана более 22 информационных систем. На текущий момент медицинские организации и врачи работают в данных медицинских информационных системах. То есть они заходят в каждую из них по отдельности. Сама идея платформы интероперабельности заключается в том, что объединить все эти информационные системы в одну целую и сделать доступным для врача, а также сделать доступным для пациента. То есть на текущий момент как происходит? Чтобы узнать какую-то информацию по пациенту, врачу приходится заходить по отдельности в каждой информационной системе. А с переходом платформы эта модель меняется. Врачу будет доступна вся история пациента. В одном месте это стационарное лечение, посещение поликлиники, выписка рецептов, травма, давление, все анализы будут собраны в одном месте. Пилотный проект планируется запустить примерно с лета текущего года. И запуск планируется произвести по всей стране. Сразу? Да. Ну вот вы говорите, что это будет удобно врачам. А какие плюсы для пациента? Плюсы для пациента заключаются в том, что при смене организации прикрепления, либо в целом пациенту не будет необходимости ввести бумажную версию своей истории болезни. То есть она будет доступна в этой же платформе, и пациенту достаточно будет зайти в свой личный кабинет посредством электронной цифровой подписи и увидеть всю свою историю болезни в электронном виде, электронном формате. Это будет храниться в государственной базе данных и будет доступно для пациента в онлайн-режиме все время. То есть, например, человек проживает по одному адресу, он, можно сказать, не прописан, он прикреплен к определенной поликлинике при переезде, ему не нужно ничего менять. То есть он может автоматически его переведут в эту базу? Касательно процесса прикрепления, есть ряд процедур, которые в любом случае необходимо будет выполнять. Это процесс прикрепления пациента к организации ПМСП. На текущий момент есть инструмент, это онлайн-государственная услуга, которая доступна на портале электронного правительства на сайте ЕГОФ, с помощью которой пациент может, не выходя из дома, подать заявку в онлайн-режиме на прикрепление в определенную поликлинику по месту жительства и прикрепиться туда. Ну, знаете, многие поликлиники, они руководствуются тем, что прикрепительная кампания уже завершена, или независимо от этого периода можно прикрепиться к той или иной организации. Вообще свободный выбор прикрепления, она проходит в рамках кампании прикрепления. Но если пациент меняет место проживания, то он может подать заявку и прикрепиться к новой организации ПМСП. Вот вы говорили про 22 информационные системы. Что это за системы? Они разделены на поликлинические информационные системы, стационарные электронные информационные системы и диспансерные. То есть в одном блоке ведется вся диспансеризация по психологическому, наркологическому, туберкулезному состоянию здоровья. По стационарной части это стационарное лечение, то есть госпитализация, выписка в стационарии. В части поликлиники это посещение, направление в поликлинику, прикрепление. То есть для каждого направления своя информационная система. Ну, я так понимаю, что это не только относится к поликлиникам, но и к больницам. Да, совершенно верно. Все эти, то есть стационарным информационным системам пользуются все стационары, которые работают в рамках государственного объема бесплатной медпомощи на территории Казахстана. Они все работают в стационарных информационных системах. Ну, а они имеют доступ, например, к поликлиническим данным? На текущий момент они не имеют. А вот с внедрением этой платформы как раз-таки будет общая база? Да, мы к этому идем, что общая база будет одна, и там будет доступна вся информация. Но данная информация будет доступна именно для лечащего врача поликлиники, чтобы лечащий врач по своему пациенту мог видеть, в какой больнице он пролежал, в какое время, с каким диагнозом, когда травму получил, когда какое-то назначение, лекарство в таком больнике. А как вы откроете доступ к тому или иному врачу? Или пациент должен с собой носить логин и пароль, нет? Нет, к данной платформе подразумевалось, что пациент может зайти с помощью своей электронной цепровой подписи. А для врача наш центр будет создавать специальный доступ, с помощью которого они могут заходить и работать в данной платформе. Немножечко непонятно, как бы, механизм почему? Потому что, например, я пациент, я пришла в поликлинику, и я хочу, чтобы лечащий врач посмотрел все это. Как у него... То есть вы, получается, по территориальности их всех разделите? Или я, например, сейчас в Астане, но, может быть, я буду в другом городе и обращусь в медучреждение? То есть как они смогут увидеть мою историю болезни? В таком случае врач того региона сможет посмотреть, то есть к моменту обращения пациента, то есть когда мы запустим платформу, у всех врачей подразумевается, что уже будет доступ к электронному паспорту здоровья пациента. То есть если по месту временного пребывания пациент прикрепится к той организации ПМСП, то лечащий врач данной организации по данному пациенту сможет увидеть в автоматическом режиме все данные. То есть, допустим, стационарное лечение пациент может получить в городе Астане, проживать в городе Алмате, лекарство может получить в абсолютно другом регионе. Но вся эта информация будет собрана в одном месте для лечащего врача. Вот вы говорили, что это именно государственные медучреждения. А вот как же частные? Будут ли они, будет ли у них доступ к этой платформе? Да, будет доступ. Мы создаем площадку с помощью сервиса взаимодействия, предоставляем доступ к данным сервисам и в целях поддержки отечественного производителя, так сказать, отдаем на рыночную конкурентную среду. Любой желающий частный разработчик может подключиться, создать свою медицинскую информационную систему и предложить уже медицинским организациям. Плюс, еще одним плюсом данного решения является то, что для медицинских организаций будет выбор. Какую медицинскую информационную систему они желают выбрать. То есть, Министерство здравоохранения тут предоставляет выбор. Либо они могут работать в бесплатном режиме в текущих информационных системах, либо же они могут закупить какую-то медицинскую информационную систему частной разработки и подключиться к данной базе и абсолютно в таком же режиме работать. То есть, это тоже режим покупок, так сказать. Да, реализованные покупки есть. Хорошо. А вот насколько сами медучреждения готовы вообще к этой цифровизации, к этим технологиям? Насколько их оснащенность? Ну, касательно подготовки медицинских организаций оснащения, с 2016 года были заключены меморандумы между управлениями здравоохранения регионов и акиматами регионов о том, что из местного бюджета будут выделяться определенные средства для того, чтобы подключать медицинских организаций к сети интернет и оснащать рабочее место врачей и среднего медицинского персонала рабочей техникой. Также в этом направлении идет работа по внедрению МИС, медицинских информационных систем. Это вот то, о чем я говорил. На текущий момент по заключению меморандумов 2016 года оснащение компьютерной техники у нас увеличилось на 38%, подключение к сети интернет выросло на 15%, и внедрение МИС увеличилось на 49%. Текущая картина... Это хорошие цифры. Ну, а как же сам персонал? Ведь все-таки людям придется работать со всей этой техникой. Да. На базе Республиканского центра электронного здравоохранения есть 16 филиалов в каждом регионе, в котором работают специалисты технические, врачебные, эксперты. Они проводят обучение медицинского персонала, медицинских организаций. Они могут обучать либо с выездом в медицинские организации, либо на базе наших филиалов, либо же дистанционно посредством видеоконференц-связи. То есть у нас раньше, если мы по внедрению вот этих 22 медицинских информационных систем, нам приходилось обучать врачей, как работать сначала в компьютере, на компьютере, то на текущий момент такой проблемы нет. Осведомленность, компьютерная грамотность уже на текущий момент выросла, и такое обучение уже отпало. То есть мы сейчас обучаем только вновшество по каким-либо изменениям, по каким-либо новым доработкам проводится обучение по необходимости. То есть оно уже сейчас, вы готовите их вот к этой платформе? Мы сейчас говорим про вот эти 22 информационные системы. Когда придет платформа интероперабельности и электронный паспорт здоровья, то, конечно, обязательно мы будем дополнительно обучать организации. Это уже во время пилотного проекта? Совершенно верно. Ну, а обучение проводится как? Бесплатно или все-таки придется за что-то платить? Нет, данные информационные системы сопровождаются нами, и обучение, соответственно, филиалов проводится абсолютно на бесплатной основе. Я почему это спросила? У нас было, ну, помните, да, в прошлые годы были факты, когда закупали дорогостоящие оборудования, специалистов не было, которые могли работать, и техника просто-напросто простаивала. И получается, если, например, вы летом внедрите эту платформу, и обучение уже будет идти параллельно с внедрением этих технологий? Да, где-то параллельно. Может быть, даже чуть раньше начнем, чтобы пользователи уже были готовы к работе с данной платформой. Ну, это вот касается специалистов. Ну вот, а вот как работать с платформой, так сказать, пациентом? Подразумевается, что пациенту, чтобы зайти в личный кабинет электронного паспорта здоровья, чтобы свое посмотреть, достаточно иметь с собой электронную цифровую подпись. То есть, если имеет ЭЦП, то просто он заходит в личный кабинет и видит все свои данные. Ну, хорошо. Теперь такой вот вопрос. Раз уж мы говорим о том, что есть электронные кабинеты, электронная цифровая подпись, мобильные приложения. Вначале я сказала о том, что за счет развития мобильного здравоохранения как раз-таки будет внедряться вообще цифровизация в отрасли. Что имеем на данный момент? На данный момент мы имеем порядка 18 мобильных приложений. Это разработка как наши собственные, так и разработанная совместно с частными компаниями. В прошлом, в 2017 году мы разработали два пилотных проекта, два мобильных приложения. Первое – это патронажная медсестра. Мобильное приложение, так называется, патронажная медсестра. Пилотная апробация была проведена в Казалардинской области, успешно проведена, показала хорошие результаты. Планируем теперь в этом году внедрить по всей стране. Данное мобильное приложение позволяет облегчить работу патронажной медсестры по мониторингу, по наблюдению беременной женщины, либо ребенка до 5 лет. С помощью данного инструмента мы надеемся облегчить работу. Это получается мобильное приложение чисто для специалистов? Специалистов медицинской организации поликлиники. Второе мобильное приложение – это уход за детьми раннего возраста. Тут уже направленность именно на будущих мам, либо беременных женщин, либо мамам, которые уже имеют детей. Она доступна на плей-маркете, абсолютно на бесплатной основе. Данное мобильное приложение было разработано совместно с компанией UNICEF. Они предоставляют все материалы касательно того, как воспитывать детей, как кормить, правильно замечать какие-то психологические отклонения, вплоть до того, как сажать на горшок. То есть это все собрано в виде буклетов, в виде материалов и видеоматериалов. То есть там даже видеоинструкции есть. То есть такие практические… В зависимости от возраста в данном мобильном приложении, от пола и от возраста ребенка, ему подается определенный перечень информации, которую необходимо будет знать. Ну я думаю, вот для будущих мам и вообще для мамы это очень интересная информация. Расскажите, как называется? Мобильное приложение так и называется – уход за детьми раннего возраста. На текущий момент мы ведем доработки с целью улучшения и упрощения пользования данного мобильного приложения. Мобильное приложение не требует авторизации, то есть там личные данные какие-то можно не вводить, просто малыш один, ребенок один, можно написать и следить за состоянием своего ребенка. Даже если будущая мамаша, грубо говоря, в сроке, на определенные недели беременности, это можно указать и уже в автоматическом режиме получать определенные уведомления, что нужно делать на пятой неделе, на первой неделе. Вся эта информация доступна в открытом режиме на территории Казахстана. Очень полезно. Вот вы говорили 18 мобильных приложений, остальные о чем? Ну, у остальных есть разработка по уходу за беременностью тоже, но эта разработка уже совместно с частными компаниями. Есть разработка фонда социально-медицинского страхования, называется народный контроль. Там можно будет отслеживать, давать рекомендации, либо жаловаться при выписке из ТАЦИНА, при получении медицинских услуг в рамках КОБМП. Ну, очень много на самом деле, они все разного рода характера, но они все касаются именно части здравоохранения, касаются пациента, либо врача. Хорошо, давайте, у нас осталось очень мало времени, поэтому поговорим о том, какие, помимо вот этой платформы, какие еще планы есть на этот год? Планируется на этот год запуск в нескольких регионах работу на безбумажной основе, медицинской записи безбумажной. Также намечено совместно с АОК, с почтой, совместный проект по доставке лекарственных средств до пациента, до двери, до дома. Также намечена пилотная апробация СМС-рассылок при получении стационарного лечения, при изменении организации прикрепления, либо при выписке рецептов планируется уведомлять пациента о том, что путем СМС-уведомления уведомлять население. И все это заработает уже в этом году? По крайней мере, планируем. То есть определенных сроков нет? Пока это пилотные проекты. На каком этапе вообще работы все это? Сейчас, на текущий момент, ведутся работы. Планируем в текущем году потихонечку внедрять наши сервисы. Все эти новшества. Замечательно. Тимур, спасибо вам большое за то, что вы пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы. Успехов вам в реализации всех этих целей. Я надеюсь, что вместе мы все-таки сделаем Казахстан цифровым. Спасибо вам большое. Я напомню, уважаемые телезрители, что в студии был Тимур Жумахаев, управляющий директор Республиканского центра электронного здравоохранения Минздрава страны. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова